Олег Николаевич Продасов У меня тут написано бурные. Родился 4 декабря 1967 года. Даже двоечникам не составит большого труда сосчитать. Сегодня ему исполняется 45 и снова звучат аплодисменты. Сынови написано продолжительные. Родился в Алтайском крае в селе Панкрушиха. А стало быть и к трудолюбию приучен и человек золотой, поскольку Алтын, Алтай, понимай так, в переводе с сюркско-монгольского означает «за-ла-той». Не установлено, какое отношение Олег имеет к вышеперечисленным. Народам установлено другое. Родители мальчика, дабы тот не попривык вкусному парному молочку и картошке из печки, да с малосольными огурчиками и хрустящими, да с грибочками, с сметанкой, решили переехать в Новосибирск, чтобы ел и пил то, что едят и пьют другие. Потом... Да-да-да, можно повторить. Потом, в 72-м году и вовсе поселились в Барнауле, чтобы жизнь не казалась сахаром. Да-да, уважаемые, в это время в городах жили менее... Менее сыто, нежели, скажем, в деревнях. И все же из понятия хлеб и зрелища народ чаще выбирал последнее. С 76-го по 84-е годы учился в физико-математическом интернате. Отсюда автоматом унаследовал профиль Лопачевского. Повернитесь, Олег Николаевич, покажите профиль. Да, вот он. С кем поведешься? Что называется, впитал в себя все, что мог. Восемь классов окончил с отличием. За успехи в учебе был награжден поездкой в Алушту. Алушта была настолько хороша, что навсегда поселилась в сердце юноши. После службы в армии он на ней женился. И прожил совместно до 2001 года, пока не нашел более подходящую кандидатуру. Ее звали Москва. Вот и сейчас она распросерла свои объятия, чтобы вместить всех нас, понаехавших и здесь живущих, чтобы могли засвидетельствовать, что же с ним стало. А произошло следующее. С двумя тысячами в кармане и 7 января нога великого комбинатора вступила на столичную землю. На улице минус 28 и никаких перспектив для бездомного. Бездомного бомжа он мне подсказывает. То ли безрассудность двигала молодым человеком, то ли уверенность в собственных силах. Так или иначе он облюбовал себе подвал на Таганке и просуществовал. Именно просуществовал целый год. И вот однажды в руки сибиряка попал кулачок газеты, уж не знаю зачем, каким образом, но попал, который в корне изменил его судьбу. Узнав о том, что рекламное агентство «Виктория» ищет подходящие кандидатуры для съемок роликов, клипов и прочего, он вдруг вспоминает, что в 93-м окончил Симферопольское театральное училище. Да, два раза причем. Занимает, выражаясь языком слена, пятихатку и делает портфолио. Вскоре состоялся первая съемка. В массовке он хлопал в передаче шоу «Сбитого летчика» у Петра Подгородецкого. И так хлопал, что сегодня лично для меня, думаю, как и для вас, счастье хлопать уже ему. Заслуженному артисту России, снявшемуся уже в 60 фильмах и сериалах, истискавшему себе славу незаурядного актера. Вот лишь некоторые из них. «Побег», «Четыре таксиста-собака», «Бумер-2», сериалы «Глухарь», «Пятницкий», «Знахарь», «Адвокат», «Лесник», «Банда», «Паутина», «Школа номер один» и многие-многие другие. Ну и, безусловно, зона, где актер сыграл роковую роль майора Шверника, сделавшего его главным злодеем российского кино, кинематографа. Ну, ты навернул, он говорит, я старался. И при этом всем он еще умудряется петь. Вот и сейчас для вас поет Олег Протасов. Я хочу… Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сказать всем вам большое спасибо, чтобы в этот будний рабочий день нашли время, пришли поздравить. вот. Я очень рад вас всех видеть, как сказал бы один из наших великих политиков. Дорогие друзья, я очень рад, что вы все сегодня собрались на моем юбилее, хоть и небольшом, на моем юбилее. Да, это я попозже скажу мне тут, да, Володя, когда меня будут награждать? Так, дорогие друзья, спасибо вам, что вы нашли время, что вы приехали тут и Барнаульцы есть у меня, и Салушты есть, и люди из многих других городов, москвичей тут практически в зале нет. Чуть-чуть, я знаю. Ну, есть вас пару, не все еще, не все еще уехали, не все, согласен. Как про нас говорят, оба приезжали, это не мы поприезжали, это вы не успели свалить еще отсюда. Олег Николаевич часто снимается в криминальных боевиках, и не случайно, поскольку в своей роли юбиляр опробовал еще в детстве, когда охотился на родную бабушку из пистолета с присосками. Причем за каждое попадание дедушка платил внуку по рублю. Если бы оружие было настоящее, наверняка платил бы больше. Это, кстати, он говорил в одной из телевизионных программ, это не шутка. Я уж не знаю, если он не шутил, но он говорил настолько серьезно, а ему хочется верить, и ему на самом деле веришь. Как веришь, и в... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok